В Ярославской области бык насмерть заводал 15-летнего пастуха и его мать. То есть, мы видели только что бык женщину заводал, и что-то у быков начало с головой случаться очень странное. Ну, бык такой очень важный символ, да, если быки начали беситься, как лоси, да, то, в общем-то, жди беды, да. Помните, у индусов, да, есть понятие такое бык дхармы. Дхарма – это такой мировой закон, мировой порядок. И вот если быки начали беситься, то всё в беспорядке находится. Помните, в Махабхарате первая часть. То есть, всё это произведение, там, 700 с чем-то, стихов 770, оно рассказывает. В общем-то, основная тема – это пандавы борются с куравами, то есть, родственники с родственниками, так и так далее. Но первая часть, как ни странно, это прошлое, не прошлое, а будущее. То есть, относительно того, о чём рассказывает произведение, да, это то, что случится в будущем. То есть, это Махараджа Парикшит, внук Арджуны, который получил всю полноту власти. У пандавов они все свалили там в горы и так далее. И он такой очень крутой воин, очень такой правильный и прочее, прочее. Вот он ехал по своей стороне и вдруг увидел шудру, человека низкого сословия, одетого как царь. И тот лупасил быка, ломал ему ноги, этому быку. И тот понял, что это бык Дхармы, да, а, в общем-то, у быка осталась последняя нога. И он стал разговаривать с этим шудрой, да, или более низким, чем шудрой, человеком. И понял, что это демон Кали. И что он рвётся на территорию его, да, то есть, что пришла эпоха, которую ждали Кали-юга, да. То есть, эпоха демона Кали. То есть, было до этого три юги, да, сати-юга, терета-юга, два пара-юга. Ну, это так они, индусы, считают. И пришла вот Кали-юга, то есть, юга самая злая этого демона. И если в основе всегда, да, вот этих юг, да, лежали четыре качества, то в Кали-югу сохранилось только одно. То есть, если там в сати-югу аскеза была, аскетизм, да, чистота, милосердие и правдимость, да, то есть, правда. То потом всё сокращалось, сокращалось, и в Кали-югу осталось только правда. И вот эта вот последняя нога быка Дхармы, да, это правда. Если не будет правды, всё, мир погрязнет. Ну, в общем, он и так погрязнет-то, в принципе, да, но это хоть правда как-то спасает в Кали-югу, да. Ну, индусы, наверное, были правы, я не знаю, были ли другие юги, но что сейчас вот все признаки вот этой Кали-юги, так называемой, это точно. И вот Махараджа Парикшит, когда этот демон Кали стал проситься на его землю, он не мог его не пустить, но он определил ему места, где тот может находиться. Там, где играют в азартные игры, там, где употребляют алкогольные напитки, там, где продажная любовь и продажные женщины, там, где питаются плотью животных или убивают этих животных, и там, где находится золото. И золото, в общем-то, это вместилище Кали, демона Кали. Ну, это по рассуждениям индусов, да. И поэтому, ну, не поэтому, конечно, совпадение такое, что мы за цифровые деньги, чтобы не было никакого золота. Мы за отсутствие тайн, чтобы была правда. То есть, это последняя нога вот этого быка. Ну, это, в общем-то, мифология, а вот с точки зрения того, что происходит сейчас с животными, действительно, мы не можем понять. И Махабхарата никак этого нам не объясняет. А что же? Быки начали беситься, людей пырять. Лоси с ума все посходили и так далее. И самое главное, что путинские никак не объясняют, что у Путина нет ветслужбы и есть. Значит, они скрывают что-то и скрывают что-то очень жуткое, потому что, ну, ну, или просто они не знают. Может быть, происходят такие события, такое явление, что они просто не понимают, что случилось. Ну, такое тоже возможно. Вячеслав, у нас из соратника есть какой-нибудь ветеринар? Может, он скажет о странном поведении диких животных? Давайте обратимся, обращаемся к нашим ветеринарам. Если такие люди здесь есть, я уверен, что есть, объясните, пожалуйста. Пожалуйста, напишите Мальцевскому. Ембуя. Да, злой дух Ембуя, конечно, а не Самбуя. Ембуя. А я помню, что-то не так называется. Ембуя, Ембуя. Да, Гарай там была. Ембуя. Животные болеют ковидом. Запросто. Я даже не удивлюсь. Злой дух Китсуне все объясняет. Ну, нет, Китсуне. Это не всегда злой дух. Китсуне переводится с японского «пойдем поспим». Помните, это легенда, когда у мужика была жена лисица. Но он не знал, что она лисица, потому что когда лисица много лет живет, сто с чем-то, я уж не помню, сколько, она женщиной становится. Причем прекрасной. Ну, и когда человек узнает, что на самом деле с лисицей живет, ну, это и так понятно. У мужика понятно, что живет с лисицей, я не знаю, как они. Ну, когда узнает, то лисица убегает в лес. И тут мужик узнал, что его жена лисица. Да, вот Китсуне. Ну, она там превратилась в лисицу, хотела утекать, он сказал, слышь, а у них там дети, все, там, и так далее. Он подошел, обнял, сказал, слышь, пойдем поспим. Ну, а тут ночью, нормальный мужик, что мне, в лесу-то делать, пойду посплю с ним. И все. Так что не всегда лисица-то японская плохая. Это не демон Кали. В легенде про Китсуну, вроде она убивает мужика. Конечно, очень часто убивает. Но того, который сказал, пойдем поспим, она не убила, она пошла и поспала, и нормально, и осталась там. Стала бегать, как лисица, но и прибегать там к детям, к своим, к мужику. А что ему? Если она там по ночным клубам ходит, а в лес бегает, ну пусть бегает, почему нет? Вячеслав, а есть что-нибудь, чего вы не знаете? Я думаю, что большая часть того, что происходит в мире, да, и вообще информации мне недоступны, неизвестны. Человек знает мизер, и так он устроен, к сожалению. А из-за того, что он смертен, он не может передать свои знания. Помните, как в «Бегущий полезный бритв» старый фильм, когда Руггер Хауэр играет робота. Помните, его там Гаррисон Форда поймал, чтобы тот не упал. Псадил, тот думал, он его убивать будет. А он говорит, пришло время умирать. А дождь идет, течет, все это. Он говорит, что видел такие вещи, которые ни одному живому человеку и не снились, да, и говорит, и все это уйдет вместе со мной, умрет вместе со мной. Все это растворится, как слезы в дожде. Вот это вот самое противное. Почему я хочу, чтобы человеческая личность цифровалась, прежде всего, из-за того, чтобы цифровалась память. Потому что все, как слезы в дожде, растворяется, и человечество теряет такие знания невероятные, такой опыт невероятный. И это очень плохо. Как только это будет побеждено, человечество будет развиваться немыслимо. И я думаю, что смерть специально сделана, чтобы ограничить нас. Смерть специально создана, чтобы мы жили, пребывали в иллюзиях. Потому что к концу жизни начинаешь избавляться от иллюзий. Продолжение следует... Продолжение следует...